Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас на концерте, получившем название Sound Paradox. Приветствуем всех тех, кто находится в этом уютном зале и тех, кто собрался посмотреть данный концерт по ту сторону монитора. Концерт импровизационный, и можно сказать, что он уже второй по счёту. Подобный концерт был проведён несколько месяцев назад, и он получил очень хорошие оценки зрителей. Он получил настоящий фурор. Поэтому второй подобный импровизационный концерт — это было лишь дело времени. И вот сегодня вы станете свидетелем абсолютной импровизации. То есть вся музыка будет создаваться именно сейчас, в реальном времени. Если в прошлый раз мы наслаждались игрой Имрама и Дмитрия Деле Эй, то сегодня к ним присоединилась великолепная Марья М. Это музыкант-мультиинструменталист. Я сейчас вам представлю всех наших гостей немножко подробнее. Итак, начну с гостя нашего города. Это Дмитрий Перевертинь. Это уникальный, очень интересный музыкант, гитарист, мультиинструменталист, фламинкист, человек, который изобрёл очень много своих интересных ходов в игре на гитаре. Вы сегодня это услышите. А также освоил игру на уникальных инструментах, таких как гусли и бандура. Он и поёт, и играет, и сам по себе является человеком-оркестром. Дальше. Мариам. Также можно сказать мультиинструменталист, очень талантливый человек, художник, музыкант, играющий на скрипке, флейте, гитаре, бас-гитаре, ударных и, естественно, клавишных. Мариам пишет собственную музыку, и она пишет уже партии для оркестра. Поэтому я очень надеюсь в ближайшие годы услышать полноценную хорошую пластинку. А также хочу вам представить мастера Эмрама, который является поистине уникальным человеком. Это мастер Крия, святой науки самореализации, мастер боевых искусств, великолепный психолог и музыкант, который освоил множество музыкальных инструментов, в том числе этнических. Человек, который вдохновляет нас всех бесконечно. Итак, друзья, мы собрались все сегодня здесь для того, чтобы вновь ощутить этот потрясающий момент чистой космической импровизации. Я думаю, что все готовы наслаждаться этой прекрасной музыкой. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 намек. Могу сказать, что вот именно об этом я всегда и мечтал. Я мечтал об этом всю свою жизнь, чтобы музыка рождалась сразу, здесь и сейчас, и приобретала идеальную выстроенную форму, не задумываясь и не подготавливаясь к этому. И когда получается, что на этой планете существуют еще такие замечательные люди, и это получается сразу, то есть это как будто уже есть. И вот если отвечать на вопрос, то я бы ни с кем больше не стал бы записывать, кроме как с Имрамом и с Мариамом. Здорово, здорово. Я тебя хорошо понимаю. Мастер, мастер, ну может быть вы нам расскажете. Ну, Дима реально опередил меня в этом смысле, да. Я как раз хотел сказать о том, что живая музыка, ну музыка, любая музыка, она живая, но если мы говорим о том, что прямо здесь и сейчас, как говорят, то, конечно, очень радостно работать вот с таким музыкантом, как Дмитрий, потому что он действительно генерирует идеи прямо вот из себя самого прямо здесь, как Бабаджи, который генерировал энергию жизни и, в принципе, продолжает это делать. Вот. А мы стараемся быть похожи, и столько идей, которые он выдаёт, столько мы и пытаемся воспринять через вот эти мелодичные какие-то, скажем, сюжеты, да, можно их назвать сюжетами, которые, в общем-то, создают целый фон. И всё рождается спонтанно. В этом-то и красота этого всего. Дмитрий, но ещё к тебе вопрос. Вот ты у нас заявлен как человек, который играет в потоковой импровизации. Прямо такое направление. Но скажи пару слов тем музыкантам, которые хотят это освоить. Вообще импровизация, как к ней подойти, как к ней подобраться? И почему это считается высшим классом для музыки? Импровизация — это такой процесс, когда ты сочиняешь и исполняешь одновременно. Есть очень много форм, и в основном традиция вся идёт из этнической музыки и уже после из джазовой импровизации. Сейчас очень много есть разных концепций. Вот, например, самые простые — это джемы, когда люди собираются и играют то, что у них в душе. И вот из этого очень интересно как бы вначале представлять и воплощать уже какую-то музыкальную форму. То есть есть много интересных и малых, и крупных форм в музыке. То есть это и композиция, это и танцевальная музыка, или это медитативная музыка, или это уже какая-то симфония. Там есть определённые законы, и если ты её представляешь уже у себя в голове, то очень интересно её сразу играть. Для этого, конечно, нужно владеть инструментом. Ну и в первую очередь, даже, наверное, в первую очередь, это не бояться играть. То есть, может быть, играть немного, но играть в нужном месте в нужное время. Но скажи, вот твой путь к такой потрясающей, действительно потрясающей импровизации, он лежал через вот такие джемы, через вот такие дружеские музыкальные вечеринки, или ты что-то ещё особенное делал? Как ты нашёл такой общий язык со своей гитарой? Я много играл сам. Сам для себя. То есть я делал какие-то сольные импровизации. Я потом стал это играть уже на сцене, без каких-то заготовок. И потом я стал уже пробовать с разными музыкантами, вот именно без какой-то предварительной договорённости, играть музыку. То есть мы можем договариваться о тональностях, можем определять какое-то количество тактов, ну то есть какую-то минимальную форму. Или самая простая форма, например, это, ну вот по принципу танцевальной музыки. То есть есть какая-то вступительная часть, потом она переходит в какую-то энергетическую часть, потом она распадается, идёт какой-то эмбиент, то есть вне ритма, то есть какой-то пространственный звук. И потом снова идёт уже энергетическая часть. И так можно до бесконечности импровизировать. То есть это всё очень логично и просто получается. Но в живой музыке просто очень много способов и каких-то средств, именно эффектов, динамики. И получается, что композицию, по сути, какую-то интересную, необычную, необыкновенную, её сделать достаточно легко. Просто её нужно представлять. Иногда. Иногда легко. Вот у меня по этому поводу последний маленький-маленький вопрос. Ведь помимо концертов у вас были ещё репетиции, вы же там тоже импровизировали точно так же. Там рождались великолепные какие-то гармонии, всё это записывалось. Вот как-то в будущем вы собираетесь использовать каким-либо образом материал, который создавался за эти два концерта? Есть такие идеи? Я думаю, из того материала, который у нас есть, мы можем пригласить хорошего дизайнера, сделать хорошие лекалы и сшить новую серию, комплект хорошей одежды. Мы вас поняли. Я, как человек из хип-хопа, разобрал бы вашу музыку на сотни сэмплов. Можно и на сотни тысяч. Опыт показывает, что ты так и делаешь. Мы знаем, что у тебя лично есть прекрасные тексты, гениальные тексты. Раз уж мы говорим о нас, давай мы поговорим о тебе буквально теперь маленькую секунду, минутку. Ты славишься тем, что ты пишешь прекрасные тексты, которые раскрывают очень-очень глубинную, я бы сказал, не глубокую, а глубинную суть вообще бытия. Поэтому лично нам очень тоже радостно, если какая-то часть наших сэмплов музыкальных тебе подойдёт для того, чтобы ты сделал что-то интересное. По сути, ты являешься законодателем хип-хопа, современного духовного хип-хопа, который является действительно мощным орудием в направлении пробуждения сознания. Очень приятно слышать. Благодарю, мастер. В таком случае, если вы будете делать третий импровизационный концерт, я на одной песенке возьму микрофон и под вас поимпровизирую. Итак, спасибо за ответы, спасибо огромное. Я думаю, что самое время продолжать это волшебство. Так что мы готовы вас слушать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Джей Сарам.